Для туркменских заключенных начался настоящий голод. Местные СМИ сообщают, что люди в местах лишения свободы вынуждены умирать от недостатка питания и различных заболеваний. Мать одного из заключенных рассказала о нечеловеческих условиях содержания. Магазины в колониях пустые, а питания в столовых всегда было недостаточно. Недавно мне удалось пообщаться с сыном. Он говорит, что все очень плохо. Ни еды, ни медпомощи. Люди умирают. Я предложила прислать ему немного денег, но он сказал, что они ему не нужны. Так и спросил, что я куплю в магазине, воздух? Ранее заключенные могли получать продукты от родственников, но из-за пандемии с марта 2020 года передачи были запрещены. В начале апреля 2021 года прием передач возобновили, но из-за того, что передвижение между регионами еще не до конца открыто, родственникам достаточно сложно добраться до колоний. В конце марта в колонии LBK-12 скончался гражданин Турции Асгур Кучукай, отбывавший срок за транспортировку наркотиков. Его тело было доставлено на родину чартерным рейсом туркменских авиалиний. Стоит отметить, что случай с Асгуром – это исключение, так как тела граждан Туркменистана, умерших в других странах, на родину не транспортируются. Согласно официальным данным, причина смерти – онкологическое заболевание. Однако родственники заключенного не согласны с этим, так как, по их сведениям, Кучукай страдал запущенной формой туберкулеза и не получал должного лечения. Родственники обратились в посольство Турции в Туркменистане, требуя расследования. В ноябре 2020 года сообщалось, что охранники колонии из-за дефицита начали сами продавать заключенным продукты питания. Эпидемия COVID-19 усугубила экономический и продовольственный кризис в Туркменистане. Нормы отпуска продуктов по госценам урезаются, местами до одного куриного окорочка на семью. Цены на продукты в частных и государственных магазинах растут. Люди часами стоят в очередях. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.